Итак, салют, друзья! Снова с вами я, Андрей Пасекунд. Надоел, наверное, уже. Вот, нахожусь на рестарте. Городок Мердо, по-моему, правильно. Или Мердо правильно будет звучать. Это Южная Дакота. Находится прямо рядом с трассой Ай-90. Вот, здесь я на рестарте. Городок, но это очень сильно сказано, что городок. Чтобы вы понимали, я даже специально залез, посмотрел население этого городка. 2020 год, перепись населения. 475 человек. Все. Не тысяч, а просто 475 человек. Но, в этом городке есть замечательный музей автомобильный, в котором находятся около 300 автомобилей. Что-то порядка 60 тракторов, 60 мотоциклов и другой разной антикварной утвари. Вот, пока вот сзади вы можете видеть на моем, сзади меня на фоне. Вот. То есть, представляете, городок всего 475 человек, а музей просто огромный. Так, что так вот. Ну что, поехали смотреть вместе. Я думаю, всем понравится. Вот, вот самое начало музея от входной двери. И сразу видим, да, сколько разного антиквариата. И на стенах, и на потолке. Видите, вон керосиновой лампы висят. Всякие таблички. Даже винт пропеллер есть. Так, такую подобную машинку я уже видел не один раз. Мистер Шмидт. Да, это как раз сразу после Второй мировой войны. На мощностях заводов Мистер Шмидт выпускались такие автомобили. Американские маслкары различные. Красавцы. 77-й год. Понтиак. Специальный выпуск. Даже какая-то деревянная машина. Причем, похоже, она и ездила еще. Судя по всему. Ну да. Двигатель. В8. Вот информация. 20-й век. Имитированная. Какой красавец. С широченными колесами. Этот музей находится прямо через дорогу от тракстапа Пайлот. Флайн Джей или Пайлот. Ну, кто-то из них. Это, собственно говоря, единственный тракстап здесь. Добрый вечер. Добрый вечер. Какие. Смотрите. 5 метров под 7. Ленющий кабриолет. Добрый вечер. Здоровущий универсал. Козырек такой мощный над лобовым стеклом. 1952 год. Вуди вагон. Это вот, да, вот вставки под дерево. Была мода такая в те годы в Америке. На стенах, смотрите, телефонные аппараты старючие. Вообще такой класс. Так, атмосферно оформлен музей. Ну, прям сказка какая-то. Вот такие. Харли Дэвисон 94-го года. Сегодня у меня времени много. Так что я постараюсь вам даже озвучивать. Марки, модели. Это BMW. Я тоже видел. У меня на канале есть. Про музей. Забыл, как он называется. Маркони. Вот, музей Маркони. В Орнш Каунте у меня есть на канале. БМВ 1958-го года. О, смотрите, какая. У нас с двигателем. Машинка. Это только начало музея. Какой вид, да? Вообще такой класс. Давайте все-таки подойду, посмотрю, что это. Так. Ага. А здесь про машину, про саму-то и не расписано. Не, не расписано должно быть. Нет. Вот этот вот 1953-го года. Красота. Конечно, в те годы были вообще. Такие эстетичные тачки. И мощные, и эстетичные, и погонять можно, и красота. Стоила эта машина 3977 долларов. На то время это были огромные деньги. Пойдемте в другой. Телефонная будка. Смотрите, какая классная. Очень много всяких мелочей. Вот смотреть, не пересмотреть. И с автографами, и просто статьи, фотографии. Еще один зал. Газонокосилка. Старичья. Обалдеть, какая старая газета. Это как раз про бомбардировку Перл-Харбора. На Перл-Харборе мы тоже были семьей. Есть выпуск про Гавайи. Можете посмотреть на канале. Здесь и посуда присутствует. Все. Но и техника также. Какая большая коллекция трубок. Это все трубки, трубки, трубки. Музей частный. Работает каждый день. Выходных нет. Может быть, только праздники не работает. Работает с 9 утра до 3 дня. Вход 14 долларов. В индейские трубки. Смотрите, какие красивые. Прямо как в кино. Закопал топор войны. Покурил такую трубку. Вау. Смотрите, какая красотища. Да, вот это игрушки. Так классно оформлен музей. Вообще столько мелочей всяких. Времени у меня сегодня много, я говорю. Так что, возможно, даже просто целый выпуск будет из одного музея состоять. Без всякого дальнобоя. Без ничего. Потому что, ну, действительно красиво. Смотрите. Это коробки из-под конфет. Ой, что-то подобное у меня бывало на даче. В бане у меня там и знамена были, и самовары, и всякие там, не знаю, ковры старые. Такой антураж. Потом баню. Ну, дачу продал. Что-то осталось из-за этой мелочевки всякой антикварной у родственников. Что-то раздал друзьям, знакомым. Как-то так. Да, надо пофотографировать и одному дядьке в Питер отправить. Который любит коллекционировать такие модельки. Тут, кстати, есть еще сувенирный магазин. В этом музее тоже надо зайти посмотреть, что там продается. Вот, смотрите. Даже старенький велотренажер есть. Здесь вот игрушки. Игры, да, старые. Даже бутылки все в ящике. Бутылки все коллекционируют. Музей старья древности. Интересно. Интересно. В чем-то мы, похоже, в чем-то мы отличаемся. Ну, я имею в виду страны, да, в то время, как бы. Плакаты некоторые смотришь, так люди нарисованы, что там, что там практически одинаково. Кружки пивные тоже моя слабость. Любил я собирать. Ну, не днешься собирать, а несколько. Там, ну, 10, может быть, кружек у меня было пивных разных старых. Под настроение выбирал, из какой сегодня будет пиво вкусное. Пиво-то могло быть одинаковое, но, смотря из какой кружки и какое настроение, оно было разным по вкусу почему-то. Ну, вот этот у моей бабушки была похожая прялка. Вот еще одна. Швейные машинки. Ну, из таких станин, кстати, классные мангалы получается делать. Снегоход маленький. Совсем маленький такой. Ух ты. Фарфоровые игрушки, статуэтки, фигурки. Они ж кучу денег стоят. Некоторые могут прям совсем бешеных денег стоить. Смотрите, коллекция старых свечей зажигания. Обалдеть. Что только народ не коллекционирует. Ого, их сколько. Свечи, свечи. Так, здесь что? Ммм, диснеевские фигурки. Какой класс вообще. О, смотрите, автомат. Подсказатель будущего. За денежку. Так. Пойдемте сюда. Вот здесь продолжение. О, ё-моё. Какой классный эскаватор. По-моему, у меня что-то похожее. Ну, конечно, советское было в детстве, если я не ошибаюсь. Если меня память не подводит. Смотрите, сколько всего. Да. За такое в детстве я бы точно, наверное, кого-нибудь убил бы. А может быть и сейчас. Пивные. Банки, бутылки. Я не удивлюсь, если сейчас где-то пачки сигарет на стенах будут висеть. Пустые. Как мы в детстве собирали. Кто-нибудь собирал в детстве? Банки. Банки, кстати, тоже собирали в начале 90-х. Да и фантики от шоколадок. Там, Сникерсмарс и так далее. Тоже собирали. Кто это делал? Напишите в комментариях. Привет. Как-то зеркала уже неправильно. А, ну правильно, да. Вот вмятина. Так, прикольно. Ого. Смотрите, какая окаменелость. Скамейки со станцией. Здесь железнодорожная станция, по-моему, где-то есть. Собственно, в свое время и вокруг нее и городок-то и образовался. Ох ты, какая древность. Посмотрите. Наконечники. Наконечники. Археологи накопали. Интересно, антропологи определили, кто это был. Сколько? Сотен, тысяч лет назад. Потому что первые люди... Вообще, вот насколько я вот знаю, знаю, а я так немножко про эту информацию добывал, то Америка заселялась тремя волнами. Ну, двумя точно. Вот. Люди приходили через Чукотку, через Аляску и расселялись по всей Америке. То есть, несколько десятков тысяч лет там и так далее, тому подобное. То есть, современные индейцы, это, по-моему, и как бы далеко не первая волна. Человек-паук. Смотрите, диснеевские игрушки, какие классные. Старючие-старючие. Ё-моё. Кружки. Какая красота вообще. Да. Это я пока еще даже фотографировать не собираюсь. Я сначала, наверное, пройдусь, поснимаю все, а потом еще раз вторым кругом пройдусь и пофотографирую. Вау. Старенький-старенький футбол. Еще разные настольные игры. Красота. Старенькая тележка. Вообще, такие тележки популярны. У нас тоже есть. Складывается. Куда-нибудь поехал путешествовать. Закинул в багажник. Потом вытащил ее. Закинул в нее вещи. Можно гулять там по паркам, по зоопаркам, там, не знаю, по Диснейленду, куда угодно. Ребенок устал. Туда его посадил. И катаешь. Очень популярная тема. На пляж опять же приехал. Все туда покидал. Вот и вперед. Ну, у нас побольше борта, повыше. И она складывается такая. Трансформер. Ну, штука прикольная. Так. Плимут. Такой же, как в мультике «Тачки», да? Довидитель. Как учебный экспонат, такой распиленный, чтобы все видно было, как работает. О! Смотрите, кто. Сэйййо, Туйййо, да? Прикольный. Джа-Джа-Бингс. Так круто вообще задело музей. Смотрите, сколько всего, да? Нет пустых стен. Все древностью забито. Вот это класс! Я думаю, маленькие дети сейчас в восторге были бы от таких. Ну, и машинка тоже на фоне. Отличная. Маленький Бэтмобильчик. О! Смотрите, пошла коллекция оружия. Здесь, кстати, либо что-то было, да, судя по всему, что-то было, потому что гвозди даже торчат. Либо, может быть, что-то будет, но, скорее всего, что-то было. Вот. 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 Смотрите, какой пулемет в разрезе, опять же. Это, наверное, даже не пулемет, это, наверное, противотанковая какая-то ружьо. Смотрите, оружие, арбалеты даже есть. Ё-моё! Сколько всего интересного. Двустволки, одностволки и охотничьи ружья и боевое оружие. Классно. Тачки, само собой. Вот это, да, Ford Mustang Shelby GT500. Какой год? Да, точно, Mustang Shelby. 68-й год, что ли? Ага, 68-й. Ё-моё! Вот такую бы я по себе с удовольствием приобрел. Смотрите, какое ружье. Офигеть! Если это не муляж, это на кого? На какого динозавра? Оно длиной метра три. Такую вот, кстати, вот именно такую я видел буквально на днях на дороге. Только синего цвета. и на ней ехали бабушка с дедушкой. Седые-седые ехали. На выходной, видимо, был, да, да-да-да, 99-го года. Только была синяя. Один в один. Смотрите, постеры фильмов. Класс! Пойдемте дальше. О, тут даже на улице много всего. Офигеть! Так, здесь. Ой, ну сколько красоты! Блин, жалко, что вот такая решетка просто закрывает, конечно, что-то, но тем не менее, ладно, видно. Могли бы просто веревочку натянуть. Вот, Бранко старенький. Дач 78-й год. Пикапчик Тойота 67-й год. Ничего себе! Такую вижу первый раз. Джип 1061 года Виллис. Да, ну, по решетке радиатора так и не сразу скажешь, что джип такая выпуклая. Ох, какой красивый! 57-й год. Или это первый? Не, вроде седьмой, а может и первый. Седьмой, да, 1957-й год. Красавчик! Ford F100 1956-й год. Тоже мне нравятся вот такие вот, такого формата пикапы. Машина выходного дня. Прикольно на такой покататься-то на выходных. Dodge пикап 1953-го года. Шестицилиндровый двигатель, 4-е скоростная коробка. Красотища, да? Эвакуатор. Ох, какая карета! Ха-ха! А смотрите наверху, что у него там молоток такой. Да вообще стены, смотрите, как красиво оформлены трассы. 66-й 1921-й год. White Motorhome. А, это не автобус, это дом на колесах. Вон там плита. Очерметь. кровать, все дела. Очерметь. О, да? Ряд красавцев таких. Разноцветные все. Не то, что сейчас в основном серебристые, белые, да черные. кого-то напоминают, да? Вау, там вон, смотрите. Сейчас подниму. Детские машинки. Детские машинки красивые в кузове стоят. 1949-й год. Педальная машинка такая. Так мило вообще. Вон еще красавца. 29-й год. Это совсем деревянная машина. 24-й год. Model T трак. Ой. Тоже такой классненький пикап. Опять же, там куча машинок детских в кузове лежит. 62-й год. Chevrolet. Вон, смотрите. Вообще раз, два, три, четыре, пять, шесть машинок детских в кузове вот у этого чудо-автомобиля. Деревянная кабина. Это пожарная, наверное. А нет, это может быть просто табличка Fire Department. А так, на самом деле, непонятно, что это. Но это что-то ездило когда-то. Грили, радиаторные решетки висят. Так, клавиак, красиво вообще, просто слов нет. Еще раз, Fort Branco, Dodge, Toyota. Какой прекрасный вид вот так. Обалдеть. Пойдемте дальше. тут есть еще. Ну вот, вот так вот веревочку натянули, и все. Не надо никакие решетки вешать. Это, наверное, что-то для диагностики ремонта, или что это? Ну да, что-то такое. Маслкары американские. Всякие проигрыватели, радиолы, телефоны, сотовые, вон, телефоны автомобильные, пластинки, куча всего. Камара 1968 года, Камара СС. Ну-ка, давайте глянем, что там в салоне. Кожа, рожа, все дела. Смотрите, тут и компьютеры пошли. Сколько всякой древности, е-мое. Мы собирали ведь. Смотрите, работает, сверкает. Вот это капот. 1954 год. Кайзер. Тэн-тэр-эн-тэрэн. Двухместный кабриолет. Двери выкатываются. В крыло уходят двери. Прикольная задумка. Так. Здесь коллекция фотоаппаратов. Вон, буквально, карманные фотоаппараты. Начало или 19-го, или начало 20-го. Здесь уже пошли более, конечно, компактные. Даже он с коробкой есть. Фотографии. полароиды. Уже, да, уже ближе к нашим дням. Радио. Ешкин код. Смотрите. Всякие старые радиолы. Так. Это сороковые какие-то годы тут. 47-й год. Форт Супер Делюкс. Так. Что там дверь скрипучая скрывает за собой? Пойдемте посмотрим, кто скрипит. Слышите? Колонка заправочная. Ай, закрыто. Только через стекло смотреть. Ну, давайте смотреть так. Опять же, он куча фотоаппаратов. Паккарт. 1931 год. Смотрите, какой лимузин. Такой шикарный вообще. идемте дальше. Как вам нравится такой музей? Пишите в комментариях, не стесняйтесь. Я все комментарии читаю, стараюсь даже отвечать, особенно если вопросы задают. Так, там что-то дальше есть? Да, есть. Народ уже появляется в музее. Я был первый, потом еще два человека подошли. сейчас слышу уже детские голоса. Так, что в этих ангарах... Ух ты! Смотрите, какая древность стоит. Так, здесь явно что-то было еще. Но часть экспозиции куда-то уехала. какой красивый Chevrolet. Да? Так, сакра. 66 1954 год. Понтиак Чифтен Каталина. 33 с половиной тысячи оригинальных миль. Заводской прайс 2031 доллар. Да, цены. Ну, тогда это были деньги, конечно, но насколько я помню, это, грубо говоря, сейчас будет сопоставимо там, ну, не знаю, там, тысяч 20-30 долларов. Ну, это как бы относительно-то недорого. Остин. Год непонятный какой. Так. 1939 год Chevrolet. Так, давайте так пойдемте, я буду теперь с левой стороны смотреть, показывать вам. какой красивый Paysero. 1931 год. Производился с 1901 по 1938 год. Новое стоило 3695 долларов. долларов. Ого, какой длинный капот. Смотрите, мухобойка прозрачная у него. Buick Riviera 1973 год. 455 двигатель. Да. тысячи миль на нем всего. Смотрите, красный салон кожаный. крыша. Это самолет, конечно. Так. Пойдемте там еще. Пройдемся по тому ряду. Сейчас выйдем через смотрите нас сразу встречает детский джип Willis. 1981 год Datsun. Datsun. Mazda. К сожалению, не вижу там какой год. На стенах смотрите постеры всякие. 1903 1939 год кабриолет. Такая полоска. Почти как из этого. Из Кавказской пленницы. Ну, почти. С мятым капотом. Детский опять же. Ну, смотрите. Двигатель стоит. Одно цилиндровый завел и ребенка вперед кататься. Восьмидесятый год. О, карета на колесах. Красотища. Спортивная машинка. 1974 год. Выпускалась с 1974 по 1975 год. Произведено 2400 штук. Двигателя AMC V8. Стоило новое 4320 долларов. Да. В Канаде там производилось. Вот так вот она выглядит сбоку. салон все видно. Что, пойдемте дальше смотреть. Как вы считаете, не сильно скромный, по-моему, музей, да, для городка в 475 жителей на салоне. Ого, и такие колеса у меня были на даче. У нас на даче были. Так, еще один ангарчик. Смотрите, какой свин. Порося такой вырезанный. И это ездило. Смотрите, велосипеды разные. Мототехника. Муравей. Реально на муравья похож. велосипеды велосипеды там куча всего подвешено на потолке. сколько велосипедов везде подвешено. Вау. Индиан. Ага. Индиан чиф. 1947 год. Смотрите, какой красивый. Красивый. Прям вообще. Крыло переднее одно, чего стоит. да и заднее. Здесь велосипед из фильмов ужасов. муравей. точно муравей. тридцать восьмой тире сорок первый год. это чё, Днепр? Или BMW? муравей. Ну, написано, что какой-то Neville. блин, ну, баг днепровский. Да и цилиндры квадратные, как у Днепра. реально Днепр. Ковяска. блин, по-моему, реально Днепр. Да, и фонарь такой же задний. Клево. Клево. Так. Кареты какие-то. коляска. Хаты Дейтсен. Так. Ну, год. Тандем велосипед. О, смотрите, какие широченные колеса по болотам кататься. Еще тандемчик висит. Велосипеды, я же говорю, сура, вело, орленок, школьник. Какие там еще были, аист, салют. у кого какие были. У меня был школьник. его даже у меня как-то угоняли, потом мы его нашли, но он уже был перекрашенный, без крыльев, но нашли. Да, вот за этой решеткой, конечно, мешает она для съемок. Вау. Трицикл такой мощный. Веспа. 400-я. 57-й тире 61-й год. 400 кубиков объем. Прицеп, мотоприцеп. Ну, Днепр. У отца моего был Днепр. Ну, от деда. У деда сначала, потом у отца. Я на нем ездил. Даже гаишники меня где-то часа три гоняли. Потом, правда, поймали, бензин закончился. С коляской-то далеко особо не убежишь. 14 лет мне тогда было всего. Так, где мы тут не были? Ну, еще много где не были. Здесь что-то, всякая древность. Открыто, не открыто. Ножовочки. Здесь закрыто. Так. Там мы с вами были. Смотрите, какой слоник стоит. здесь что? Здесь закрыто. Здесь закрыто. Пойдемте туда, дальше смотрите. церковь. Здесь открыто. это церковь какая классная печка смотрите чугунина наверно хотя не здесь точно нет там может быть ух ты орган колокол можно подергать насчет не знаю можно не можно но я подергал собственно говоря вот наверно это станция есть вокруг которой города свое время и был построен так в этом ангаре совсем древность смотрите сколько автомобильных номеров разные разные штаты старые-старые обалдеть 1903 год карета 12 год ford 14 20 какой-то не видно там 20 вы 8 22 год так это уже военный виллис пошел 1944 год а это ford джип солдатик он бежит тридцать третий год ford все оригинальное написано что даже краска оригинально с 33 года цвета кто это конечно клёво так давайте чтобы видно было капота опять начнем с той стороны здесь что двигатели печки видите смотрите радиаторные решетки рули все такое запчасти короче так вот тоже 30-е годы она может быть 40 вы он детские машинки там там так то ручки висят mustang ford mustang красивый что за шевроле козырьки такие мощные прям надо лобовым стеклом сделан вся первый год ford custom подкрылки висят всякие пойдемте дальше мешает до решетка все-таки мешает все красоту закрывать очуметь сколько ангаров конечно бизончик бизончик да бизончик здесь что всякая ковбойская утварь и тачки 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 смотрите орган какой-то вставляешь монетку выбираешь музыку лошадки цирк приехал карета какая катафалк наверно 1890 год да судя по всему это катафалк вот красавица 1951 год на продажу стоит 16500 долларов всего оставлю контакты музея кто хочет звоните покупайте я думаю что при большом желании могут даже отправить в какую-либо из страны джон дир старенький трактор газонокосилки все дела ай какая красавица зеленая прям вообще так классно выкрашено я думаю что этот трактор еще и можно спокойно завести и работать на нем так 14 год 1900 повозки ну скажите же красивый да такой маленький двигатель у него вообще да деревянные полоски фиг пойми каких годов старючи старючи пойдемте дальше ай ветер ветер сколько еще всего смотреть не пересмотреть так 18 ангар классика 1927 год смотрите 25 в обратном порядке пошли 19 19 какие то морковки на радиаторной решетке 1913 год 1929 смотрите молнии у него на радиаторной решетке скоростной наверно что либо полицейская машинка кабриолет 58 года с жесткой крышей которая убиралась вон багажник видите показано как раз раскрытая крыша 1931 год это персеру по моему лучник там 22 год у меня опять же на канале есть выпуск про на закат музей там очень большая коллекция и таких автомобилей там очень много они там совсем такие стоят блестящие без пыли без ничего и здесь конечно в ангарах и пыль есть но я так понимаю что здесь как бы просто элементарно сотрудников не очень много 23 год красавцы 30 33 год идемте дальше выезд модуль скрипит 19 чтобы это значило еще кто знал красная такая пожарная может быть двадцать четвертый год сделано в дотроите 909 год 1909 ну что скажете по этой эпохе автомобилей выбор конечно в америке всегда был богатый на марки на модели и так далее что тогда что сейчас то самый большой автомобильный рынок в мире по количеству проданных да и марок моделей в год смотрите какие монстры стоят вообще давайте оттуда начну сейчас еще по этой стороне пройдемся здесь соответственно и новых автомобилей полны полно едешь вдоль трасс автосалона забитый стоят ну и естественно бушных автомобилей очень много и хорошем состоянии каких угодно соответственно от какой-то цены уже потом сложновато даже продать машину был уж на даже если она хорошая так далее потому что за углом будет стоять такая же но подешевле ну и плюс от какой-то цены американцы уже начинают брать машины в кредит так что так ну я свой додж гранд караван купил за 3100 долларов семнадцатый год то есть это вообще копейки масло поменял и все и поехал 1971 год какая красотища вот эти вот года конечно маслкары такие классные часах на дороге прям очень много особенно сегодня воскресенье если по каким-нибудь городам поездить то прям можем много-много встретить на дороге солнечные на автомобильного солнечной энергии так пойдемте дальше тут тоже куча куча номеров американских есть у меня дома парочку номеров с мод с автодома которые покупал причем номера такие они платные были и мне их не разрешили при переоформлении оставить потому что не было разрешения от хозяина и там было написано sorry five но not 65 35 не 65 это конечно тем не менее он еще смотрите сколько там всего стоит здесь он ангара ребят ну вы меня простите за ветер но я думаю немножко можно потерпеть это выжимать белье 5 сколько всего древнего honda диагности диагностическая система банки из-под всяких смазок я считаю что вообще шикарный музей просто шикарный слов нет особенно для такого городка но я уже говорил не первый раз и повторюсь что тут иногда в таких деревнях музей бывает и причем классные музеи но наподобие этого но этот конечно прям выдающийся смотрите сколько снегоходов стоит коллекция такая сейчас наверно будут одни джон диры стоять все что зеленая скорее всего это джон дир может быть нет красавчик джон дир огромный такой смотрите орел напомню тут как бы написано что в этом музее 275 автомобилей 60 по моему тракторов и 60 мотоциклов ну байк я не помню они не знают а мотоциклов или вместе с велосипедами потому что что то что то по сути байк тем не менее все равно какой классный трактор у смотрите у него даже это кривой стартер есть это ладно вот трактор всем тракторам трактор паровой двигатель стоит двадцатый год ё-моё какой высоченный человек управляющий этим монстром где-то там он сидел чтобы вы понимали у него колесо это 232 40 высоту еще тракторенки что за газ 52 такой почти кабовер почти нет капота так здесь хвосты пикапов ford 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 но таких пикапов на самом деле на дорогах очень много еще ездит прям совсем много американцы любят многие восстанавливают многие даже вот так вот с такой ржавчины ездят и иногда такая ржавчина бывает лаком покрыта то есть это стиль такой уже как бы и стоят они в хорошем состоянии очень дорого на новый проще купить такой старенький небольшой платеж месяц амви не вру хам ведь тут я так понимаю что даже нужно так вот подойти посмотреть велицы велицы интернешнл называется интернешнл тоже выпускали легковые автомобили у меня прошлом выпуске есть они несколько штук ford так какого года даже авто жир какой-то еще древние древние смотрите даже экскаватор какой-то классный гусеничный тракторенок пойдемте посмотрим более-менее современная колонка уже стоит до 87 бензин а тут все машины к нему адаптирована можно лить в любую абсолютно мы и в лексус и в дочь и и в киа лили вообще без проблем миннеполис онлайн джон дир опять джон дир тридцать восьмой год классный сорок девятый год обалдеть они по моему от современных прям ну не очень сильно отличаются отличаются конечно как бы я бы не сказал что прям сильно на мой непрофессиональный первый взгляд мне так кажется серенькие такие пошли все смотрите ламба ламборгини но он же ламборгини по муламу или ламборджини как там правильно кто знает он же по моему как раз выпускал то сначала трактора а потом уже машина идет трактора зеленый цвет как не говори также как поездам идет желтый сколько всяких сельхоз дребедение сегодня хоть нога немножко отошла а то последний раз пчел грузил обувь вся промокла обычно ночью бутинки и сейчас и все насквозь поэтому пришлось на погрузку одеть спортивные штаны и кроссовки хотя все закрыто было носки и так далее но все тонко прямо между кроссовками спортивными штанами разочек 5 не профигачили пчелы а там же как одна если ужалит жало то остается и начинает выделять ну грубо говоря запах и на этот запах остальные чего вы начинают атаковать в одно и то же место разочков 5 туда ужалили первый день то вроде ничего на второй день просыпаюсь а моя нога и не моя вовсе распухшая вся там синяя красная в ботинок еле врезала сейчас начал кроссовок одевать потому что как бы кроссовок получается ниже места укуса его ударей и нормально но сегодня уже хоть нормально ходить можно вот моя правая нога а вот моя левая нога эти как будто и не моя совсем здесь распухшая и сама стопа все распухшие волдыри си синяя все красное воспаление это результат укуса пчел так то я в ботинках в джинсах работы а это на выгрузке все намочилась был сильные ливени ботинки намокли и джинсы намокли и в итоге на погрузке уже без дождя мне пришлось одеть кроссовки надеть и спортивки и короче пчелы там пофигачили раза три наверно четыре по ноге а может быть пять вот такой результат как будто и не моя вовсе ну и палец тоже перчатки рабочие были мокрые основные отдел тонкие он профигачил палец синий но это уже здесь опухоль сошла осталось только краснота вот так что похоже я исчерпал лимит без болезненных укусов и уже начинается аллергическая реакция ой сколько древности 54 год шевроле мустанг 65 года еще 166 67-го ты что-то не мустанги что-ли освещение плохое правда здесь как-то всю красоту не видно масал кары какие классные о эмси маркок раньше существовало таких машин тоже красивые машинки дело мсишь по-моему красивые мощные авто тоже да где-то 50 60-е годы стоит так сейчас с той стороны давайте пройдем с вами потом центральный ряд еще посмотрим вот этот что-то ветер сегодня раздулся так раз два три четыре пять больше пяти метров смотрится какой меркури меркури это люксовый форт здоровый капот 1965 год в 8 что капот что багажник глянющий еще один длиннющий семьдесятовой год ой семьдесят пятый год прошу прощения также крокодил длинный ну клёво клёво там и место под капотом достаточно и вообще для безопасности это хорошо еще и бампера у них такие мощные так давайте эти с той стороны посмотрим хотя нет они так стоят что можно и с этой стороны их пройти вон какой козырек да мощный машина сразу такая строгая кажется да жалко эти решетки конечно лучше бы канат натянули один и все никому бы он не мешал а так не пофотографировать толком не видео заснять жаль недоработка такая конечно у них здесь есть вечная классика автомобильная она действительно наверное во все времена будет считаться красивой а мне в предыдущем видео написал один человек что с 1920 по 1970 годы самые красивые тачки американские я соглашусь но наверное добавлю еще в 80-е годы тоже и в 90-х иногда встречались очень классные экземпляры но я думаю что и современные тачки когда-то будут считаться ну прям верхом красоты смотрите спортивная машинка это пятьдесят восьмого года пятьдесят девятого года здоровущую универсал просто длиннющий обалдеть он даже две ряда до 6 пассажиров хотя нет 6 пассажиров от нами так и сидели на первом ряду 3 и на заднем ряду 3 так 48 год высота эмси 71 год джейвелин не реставрированный красиво здоровущий пикап дочь широченный пипец вот еще раз эмси и дочек все с этого рейса возвращаюсь покупаем микрофон обязательно 59 год лодочка subaru фиг пойми какого года видели пишите кто знает что за модель и так далее 50 год форт еще один форт вот это красивый ну ничего такой так скажем некрасивый но пойдет особенно если восстановить так почему бы и нет украина какие-то пишите кто знает что за машины может быть где-то про них там что-то посмотреть почитать можно скидывайте ссылки с удовольствием посмотрю когда будет свободное время вот хадсон последний хадсон ситроен о ситроен но ситроен в америке это вообще наверно по пальцам можно пересчитать французов то здесь нет это кто-то завозил уже французы в америке не продаются как и другие некоторые европейские марки про китайцев тут вообще даже говорить ничего их просто нет в продаже вообще и скорее всего ну по крайней мере долго не будет потому что вряд ли они выдержат такую конкурентную борьбу не смогут они дать такую цену что американцы их будут прям пачками покупать лодочный мотор ее мое ветерки до вихри с нептунами газонокосилки старючие древнюю че это что подвешивать тушки наверно скорее всего да на мясо комбинатах подвешивать крюки газонокосилки все газонокосилки моторы речной сапог топливные колонки это непонятно что это такое с колоссами с какими-то бензопила дружба шуметь так крыша просто обалдеть это нам генераторы какие-то я даже не знаю что это не могу представить у кого какие догадки что это такое вот здесь вот моторов все такие мелкие речные судя по сапогу короткому речной это что за закрытое помещение студия да и кухня и ванная вон там в углу стоит и комната все вместе кабинцы а это да это типа ну не дачи не совсем это как-то вот ну в лицу могут поставить еще в каких-то местах пожарная депо ага смотрите сколько всякой древности до красоты вам пожарная форма висит две пожарные машины зеленая и красная здесь в америке они могут быть абсолютно любого цвета овка шаг попал и убежал есть розовые зеленые и синие какие угодно у меня есть на канале выпуск про пожарное депо побежал вот есть выпуск про пожарное депо можете посмотреть там как раз будет видно что машины бывают не только красные далеко не только красные что здесь смокинг очень хочется да смокинг нет не хочется с 12 года не курю и не собираюсь дурак был что курил не курите время для здоровья да и дорого сейчас курить в америке так вообще по 10 долларов за пачку в 11 и чурки всякие стиральные машинки сколько всего древнего плиты варочные до поверхность плиты он машинки стиральные уже почти полтора часа ходим здесь с вами смотрим всякую древнюю смотрите бутылки кружки опять же так что здесь пыточная но в смысле кабинет стоматолога древних времен да и не только по моему стоматолога еще кого-то что здесь фотоаппараты видеокамеры это что инвалидные кресла каталки да это помещение станции как раз железнодорожный старая старая вон в окно он пайлот как раз видно там окно пойти от пайлота минутах даже минуты нет так что ребята если кто дальнобойщики смотрят американские будете здесь не поленитесь сходить не поленитесь отдать 14 долларов не пожалейте вам я думаю понравится здесь работники станции сидят сундуки вайстан юнион какой большой музей же будем ходим столько все не заканчивается не заканчивается давайте посмотрим что там так не давайте по этому ряду пройдем потом вот эти вот домики здания посмотрим это что лодка или что это нет это что другое так колокол а это школа это школа книжек сколько старых древних глобусы тут блин пол класса печка она занимает интересно так здесь вот этот вагончик это понимаю можно пройти детка с бабушкой там ходят с фотоаппаратом тоже снимает да вагон такой запах древности стоит 1906 год чикаго милваки пищу вагона так вот оно что в этом выступе вагона находится тут их нужно спать наверху здесь ящики так раковина и туалет типа сортир прикольно древность древность уже больше ста лет почти 120 лет этому вагону выглядит неплохо какой выстав второй этаж конечно музей находится в таком месте что его от раз это в принципе если на пайлот заехать заправляться его сразу видно то есть я так думаю что большинство людей может быть как раз и видит его заправки приходят я обычно делаю как если у меня есть какая-то остановка там ну реста до допустим то есть либо ожидание груза я просто останавливаюсь на каком-нибудь тракстапе либо где-нибудь в каком месте и просто в углу в угле забиваем не за мне армии и все и выдает ближайший музей я уже смотрю куда пойти куда не пойти так чё я здесь то вам не рассказал что здесь здесь всякая магазинная утвер кассы весы те весы знакомые с детства да всякие кухонные принадлежности висят лежат стоят бочки склянки банки и так далее тому подобное пойдемте дальше ну вот это вот здесь как раз наверно напитки размещались так что здесь здесь лавка часовщика здесь люди живут давайте грабить банк это что ячейки для хранения такие были ли что это наверное на два ключа все дела интересно прикольно вот так вот магазин выглядит снаружи которому сами здесь это лавка кузнеца точила всякие горны х что здесь что у нас ковбое шилиф что ли да шилиф точно дороже ли а чё в камере никого нет Плохо работает шериф Никого не посадил Ну, либо в городе преступности нет Вот это вот школа Вот станция Здесь закрыто Там закрыто Настоящие нервные ровни Что здесь Все закрыто, все закрыто Этого слоника мы видели Колодец Так Ну, пойдемте Там В суетнидном магазине Что-то должно быть еще Насколько я помню, карты музея Так, еще, да? На обратном пути эту красоту глянем Может быть, кто что Кто-то что-то не досмотрел Я что-то не увидел Офис Ну, вряд ли там, наверное Да Туда нельзя Сколько фотографий разных Здесь все эти ряды Мы с вами прошли уже Так Это только видео Будут еще фото Вот здесь вход Вот здесь же касса Входная И вот здесь мы с вами начинали экскурсию Все Я пошел фотографировать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому